Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Давай, вот так, пошли. Вот она моя кошечка. Да какая радость-то. Откровение, 12 глава, 6 стих. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Толкование. Дракон, древний змей, хотел пожрать чадо, рождаемое женою церковью. Но Господь восхитил дитя ее, а жена убежала в пустыню. Так как мы имеем здесь знамение, то это бегство может рассматриваться образно. Дьявол желает пожрать чад церкви, вовлечениями их в прелесть и суету житейскую. Он готов питать совращаемых им всеми благами мирской жизни. Пустыня – это место, лишенное всех средств для существования и всех богатств. В пустыне убегает церковь от искушений сатаны. Пустыня – это не от мирности церкви. Как Израиль был выведен из Египта и странствовал в пустыне, питаемую манную водою, чудесно источаемую камнем, так и церковь убегает от всякой мирской суеты, от житейских благ и всего, что предлагает мир. «Царство мое не от мира сего», – говорит Христос. Иван Глядьяна, 18 глава, 36 стих. «Не любите мира, не того, что в мире». 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Учит апостол Иоанн. Уходя из мира, церковь с точки зрения мира оказывается как бы в пустыне. Но именно там приготовлено было для нее место от Бога. Там, в жизни удалена от мира, от греха и разврата, от увеселения зрелищ, от безумного времяпровождения, от мирской славы, богатства и власти. Там, в молитвенном уединении, в благочестии, в постах и бдениях, в трудах, в служении ближнему, в честном и богом освященном браге, в монашеских кельях и пустынях, там приготовлена была тебе душа, возлюбившая господом место. Не ищи душа мест, приготовленных тебе искусителем для твоей погибели, но ищи место пустынного, уготовленного Богом. Ныне говорят, что за жизнь без женщин, без вина, без табака, без мяса, без зрелищ, кино, театра, телевизора. О душа, беги от этих египетских пиршеств и в пустыню воздержания и смирения. Там для него место от Бога, чтобы питали ее там. Возлюби эту пустынную пищу, которую тебя там будет питать сам Бог. Там не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Матфея 4, глава 4 стих. «Потому возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 1 Петра 2, глава 2 стих. «В этом мире всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я отдам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я отдам ему, сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ивангелие от Иоанна, 4 глава, 13-14 стих. «Зовет Христос, кто жаждет, иди ко мне и пей. Сие сказало на духе, которого имели принять верующие в него». Ивангелие от Иоанна, 7 глава, 37-39 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Идущий мой плоть и пьющий мой кровь имеет жизнь вечную». Ивангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих, 51 стих и 54 стих. «Вот божественная пища, которую он питает в свою церковь в пустыне, где уготовил ей место. В этой пустыне нет потоков слов суетной мудрости этого века, но есть глаголы вечной жизни». Ивангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. «Словесное молоко, слова Божии, питающие сердце. В этой пустыне нет всевозможных вод, услождающих язык и охлаждающих его в жару. Но есть святая вода, есть святая агиасма, богоявленская вода, освящающая всех, услождающая душу и охлаждающая в зное земных невзгод. Здесь нет благоонных мастей духов, то есть святого мира, благоухания Духа Святого. «Нет жиров, уточняющих чрево, но есть святой Илей, умощающий главу и благословляющий человека. Здесь нет изобилияств и пятий, но есть плоть и кровь Бога человека, питающие жизнь вечную. Взирай, душа, на таких пустынников, как святые Антоний Великий, Макарий Великий, Мария Египетская и многих других. И их молитвами додарует и тебе, Господь, силы бежать из мира суеты и греха в спасительную пустыню». 1260 дней. Это 42 месяца или 3,5 года царствования Антихриста. «Расперепевший дракон, выпущенный перед кончиной века, на короткое время, творит беспрепятствия на своей козне, направит в первую очередь все свои силы на борьбу с церковью, чтобы пожрать всех чат ее. Церковь будет единственным настоящим противником Антихриста. Никакие общественные системы, государства, финансовые силы, никакие учения и другие религии не устоят перед ним. «Только церковь противостанет ему, только ее чадо не примут печати, но внешне и ее победит Антихрист. Будет взят от среды, удерживающей теперь» 2 Фессон Лакийцам, 2 глава, 7 стих. «Из среды людей церковь убежит в пустыню. Тогда не будет ни одного христианского государства, ни одного помазанного государя, не будет действовать ни один храм, умолкнет проповедь Слово Божие» Амбас, 8 глава, 12 стих. «И вот дивное утешение. В это страшное время для церкви приготовлено место от Бога. Не найдут больше люди для нее у себя места, но найдет Бог. Господь уже уготовал ей место в пустыне. Уже нашел пещеры и ущелья гор. Те далекие непроходимые леса, где укроются верные ему. «И не погибнуть в этих местах убежит церковь, но чтобы питали ее там, как небесная манна питала странствующих в пустыне изорельтян, как вороны приносили пищу Илье Пророку у потока Харава. Так будет Господь, небесный муж, питать свою жену церковь. Там, в этих местах, не исчезнет и не нарушится Слово Божие. «Ни одна его-то или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5, глава 18 стих. То есть, пока не придет Христос на землю. И не только словесная пища не будет отнята от верных, но и таинственная. «Будут пастыри и будут причастники. Хлеба сего и чаши сей, доколе он придет». 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Этим великим испытаниям подвернет Господь разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени». Даниил, 11 глава, 35 стих. И тогда придет Христос и воззовет. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестань, перестал. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под покровом утеса. Покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно». Песня Песней, 2 глава, 11, 13, 14 стих. «Тогда воскликнут люди, думавшие, что нет больше церкви на земле. Да и ангелы Божии от удивления воскликнут. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Кто это восходящий от пустыни, как бы с толпы дыма, окуриваемые миром эфемианом, всякими порошками мироварника?» Песня Песней, 8 глава, 5 стих. И 3 глава, 6 стих. «Так убеленное в страданиях этой страшной гониной, церковь невеста Христова восходит от пустыни, опираясь на возлюбленного своего, на Христа. Так жена церковь встретит начало весну вечности». Откровение, 12 глава, 7 по 9 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Толкование. Святой архистратик Михаил, имел его в переводе с еврейского «кто как Бог», поставлен Господом над семью девятью ангельскими чинами. Почему они и названы ангелы его? Во всем священном писании мы видим его во главе ангелов, ведущим войну с сатаной и всеми нечистыми силами. Неизменно Господь посылал победу своему верному служителю. Потому и на иконах архистратик Божий Михаил изображается попирающим ногами дьявола. В левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоругивой, иногда пламенный меч, на которую начертан червленый крест. Писание представляет архистратига Михаила как особого покровителя еврейского народа. Он помогал в борьбе с ангелом-покровителем персидского царства, сражаясь ради еврейского народа. Даниил, 10 глава, 13 стих. В борьбе за еврейский народ против ангелов Персии и Греции ангел, явившийся пророку Даниилу, говорит «И нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Даниил, 10 глава, 21 стих. «Князя вашего, то есть еврейского». Потому и сказано пророку Даниилу «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Даниил, 12 глава, 1 стих. «И оно же, архистратрик Михаил, представляется борющимся с сатаной, обольщающим всю вселенную, то есть он покровительствует уже народу Божию и всех народов земли, всему роду христианскому». Стих 11. По церковному преданию, запечатленному в службе архистратрику Михаилу, в день его, 8 ноября, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. «Он предводительствовал Израилю во время странствования в пустыне, в столбе облачном и огненном. Он явился Иисусу на вину и открыл волю Господа на взятие Иерихона». Книга Иисуса на вина, 5 глава, с 13 по 16 стих. «И во силу явилось в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Синахариима». 4 царств, 19 глава, 35 стих. «В поражение нечестивого вождя Антиоха и Леодора, 2 Маковейского, 15 глава. «И во ограждение от огня трех святых отроков, Анании, Азарии и Месаила, брошенных в огненную печь». Даниила, 3 глава, с 92 по 95 стих. «По воле Божией, архистратрик перенес пророка Аввакума из Иудея в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в орве с орвами». Даниил, 14 глава, с 33 по 39 стих. Также читаем мы, что Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь». Послание Иуда, 1 глава, 9 стих. О неоднократном заступничестве архистратрига Михаила свидетельствует и история христианской церкви. Так, например, явление Пресвятой Богородицы и архистратрига Михаила было остановлено у Великого Новгора нашествие монголо-татарских полчищ хана Бытья Волокамский Потерик. О какой же войне повествует здесь святой тайнозритель Ян? Ее можно отнести к первому низвержению дьявола и последующих за ним ангелов. Смотрите, стих 4. С неба. Об этом пишет пророк Языки. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. В скобках. То есть ангелов. Ты совершил, совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколь не нашлось тебе беззаконие, и ты согрешил. И я низвернул тебя, как нечистого с горы Божьей, и знал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. В скобках. Святых ангелов. Геннадий Фаст. От красоты твоей возгордилось сердце твое, От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Иезекииль 28 глава 14 по 17 стих. Об этом же и говорит и пророк Исаия. Как упал ты из неба, деница сын зари, разбился о землю попирающей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу, престол мой, и сяду на горе сонми богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен свивычнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Исаия 14 глава 12 по 15 стих. Люцифер, ангел, восстал на Бога и произошла на небе война. На небе, в этом царстве света и мира, он дерзнул устроить войну. Даже сейчас на земле грешные люди и то не желают войны, он же устроил ее на небе. Но божественные ангелы с архистратигом Михаилом не потерпели гордости Люцифера и не извергли его с его сообщниками из своей среды. Так началась брань сатаны с Богом, тьмы со светом. Начавшись в тот день, эта брань окончится в день страшного суда. Все же это время дьявол с Богом борется и невидимым для наших плотских очей идет война ангелов светлых с ангелами тьмы. Но в первом же сражении учененном на небе темные силы не устояли и не нашлось уже для них места на небе. Желающему взойти выше звезд Божьих ангелов и вознести престол свой на горе на высотах облачных и быть подобным Всевышнему, не нашел уже и последнего места на небе. Архистратигом Михаилом и его небесным воинством низвержен был великий дракон, древний змей, на землю, и ангел его низвержен и с ним. Так бывшие на небе оказались под небом на земле и стали начальствами и властями мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесными. Эфисянам 6 глава 12 стих. Следствие этого страшного падения и низвержения с неба мы находим на первой же странице Библии. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Бытие 1 глава 2 стих. Андрей Кисарийский пишет, что по устроению чувственного мира за гордость и зависть он, сатана, так низвержен, что ему ввелено было прежнее начальство воздушное. Эфисянам 6 глава 12 стих. А папе муж апостольский пишет, «Некоторым из них, то есть из прежних божественных ангелов, позволил владеть и управлять устроением земли и поручил начальствовать хорошо. Но случилось, что они ни во что обратили свой чин. Так бывший, подобный светлой утренней звезде, стал подобным присмыкающейся по земле твари, змею. Древний змей действительно древний, так как свою оборщительную деятельность начал еще с прародителя рода человеческого. И даже еще ранее, среди ангельских чинов, называемый дьяволом, что означает клеветник. Ибо он, Еве, клеветал на самого Бога, а потом всегда клеветал Богу на людей». Иов 1-2 глава. Захария 3 глава с 1 по 3 стих. Иначе еще по-еврейски сатана, что означает противник. «И вопротился в волю Божией и спасению людей, обращающих всю вселенную. Ему недостаточно своего собственного падения. Он стремится погубить вместе с собой всю вселенную. Как Исаия говорит, что он вселенную сделал пустынью». Исаия 14 глава 17 стих. Как он этого достигает? Посредством обращения. Насильно покорять себе людей сатане не дано. Он не может завладеть человеком без свободного согласия на то самого человека. Поэтому он пускает в ход для борьбы страшный яд обращения. Ужаленный сатаной, 1-й карифену, 15 глава, 56 стих. И отправленный этим ядом становится достоянием древнего змея. Поэтому прелесть – это самое страшное всех греховных состояний. Блудник и убийца могут покаяться, плещеный никогда, пока не выйдет из этого состояния. О грехе и прелести можно очень много прочитать в аскетической литературе святых отцов. Мы укажем только на такой момент. Ныне слово «прелесть» в русском языке стало синонимом слова «красота». И это не случайно. Это непростое изменение значения слова, происшедшее в течение времени. Это имеет глубокие корни. А даже свидетельение слова «красота» со словом «прелесть» свидетельствует об утрате людьми способности к различению того, что именуется красотой и что именуется прелестью. Свидетельствует о неспособности различать истинно красивое и безобразное, представленное сатаной в виде красивого. Это неспособность отличать реальность от миража. Это свидетельство того, что люди ныне находятся в страшном состоянии прелести. Жизнь в Боге красота, жизнь без Бога прелесть. Вот несколько примеров. Небо красота, коммунизм прелесть. На первый взгляд атеисты не предлагают ничего плохого. Коммунизм вроде красив, имеет вид красоты, но он таковым не является, он прелесть. Прелещенные картины коммунизма уходят от Бога, от вечной красоты и навечно гибнут. Поскольку сатана не может насильно овладевать человеком, то он вынужден показывать ему нечто похожее на красоту, ибо иначе человек сам за ним не пойдет. Потому апостол Павел писал, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам второе коринфянам одиннадцатая глава третий четырнадцатый пятнадцатый стих существует другое понимание значения описываемое здесь Иоанном войны на небе это крестная победа спасителя над сатаной это осуществление обетования данное Богом на заре человечества и сказал Господь Бог змею змею вражду положил между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем Е Оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пяту Бытие 3 глава 15 стих Борьба сатаны со Христом началась со времени грехопадения Деницы и продолжающая и продолжалась во всю последующую историю Но вот рожденный небесным отцом рождается женою 33 года длится решающее сражение завершившееся Голгофским Крестом Телесным очам была видна та брань которую воздвигали иудеи против цены человеческого Но одновременно происходила война всех небесных сил против сил преисподней Возникает вопрос как могла крестная победа спасителя низвернуть сатану с его ангелом с неба если они уже были свернуты оттуда сразу после своего грехопадения Действительно уже тогда воинство архистотрига Михаила сверло сатану с неба но он еще не был лишен определенного доступа туда но наоборот всегда там являлся и клеветал на праведников так клеветал сатана перед господом на праведника Ивова Ивов 1 глава 6 по 12 стих и 2 глава с 1 по 7 стих во времена израильского царя Ахава было пророке Михея такое видение Господа сидящий на престоле своем и все воинство небесное стояло при нем по правой и по левой руку его и сказал Господь кто склонил бы Ахава чтобы он пошел и пал в ромофе головацком и один говорил так другой говорил иначе и выступил один дух стал предлицем Господа и сказал я склоню его и сказал ему Господь чем он сказал я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его Господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так 3 царств 22 глава с 19 по 22 стих или вот видение пророка Захарии и показал он мне Иисуса великого Иерея стоящего перед ангелом Господним и сатану стоящего по правой руку его чтобы противодействовать ему и сказал Господь сатане Господь да запретит тебе сатана да запретит тебе Господь избравший Иерусалим Захария 3 глава с 1 по 2 стих и так мы видим что сатана хотя и не изверженность неба все таки имел туда еще определенный доступ со своими ангелами и только крест Христов положил конец этому доступу как и сам Господь сказал я видел сатану спадшего с неба как молнию все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью пути 10 глава 18 и 19 стих здесь мы ясно видим что вся земная жизнь спасителя была одновременно и невидимой бранью с сатаной и его воинством в результате которой они были низвержены с неба и посрамлены это брань ангелов просматриваться в Евангелии ангелы возвещают о рождении Христа Деви Марии Луки 1 глава с 26 по 38 стих ангелы славословят перед пастухами при рождении Христа Луки 2 глава с 8 по 15 стих после крещения сатана искушает Христа в пустыне а потом ангелы служат Христу Матфея 4 глава с 1 по 11 стих Христос изгоняет бесов особенно примечательный случай с бесноватыми Георгесинской земле Глаза видели только исцеление бесноватых и что стадо свиней ринуло с крутизны в море но тут на самом деле шла невидимая битва бесы испугались что будут прежде времени мучимы и посланы в бездну здесь шла брань в бездну же они были неизвернуты на кресте Матфея 8 глава с 28 по 34 стих и Луки 8 глава с 26 по 39 стих или случай когда через Петра ко Христу подступает сатана Матфея 16 глава 23 стих где в Симанском саду во время страшных мук укреплял Христа ангел Луки 22 глава 43 стих так шла война ангелов архистратига Михаила с ангелами сатаны но вот настал день низвержения прилукавых сил ибо идет князь мира сего и во мне в скобках во Христе не имеет ничего Иоанн Гриотиана 14 глава 30 стих не мог сатана заставить Христа согрешить и потому ныне суд миру сему ныне князь мира сего изгнан будет вон и когда я вознесен буду от земли в скобках на крест Геннадий Фаст всех привлеку к себе Иоанн Гриотиана 12 глава 31 по 32 стих для сего ты явился сын Божий чтобы разрушить дела дьявола 1 Иоанна 3 глава 8 стих так сатана оказался окончательно поверженным на землю у врага совсем не стало оружия Псалом 9 и 7 стих и ангелов не сохранивших своего достоинства но оставивших свое жилище соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня послание Иуды 1 глава 6 стих небесное воинство крови Христовой крестом его победило все темные силы ада так крест Христов очистил не только землю но в известном смысле и небо куда еще имели доступ лукавой силы чтобы обвинять и клеветать на праведных теперь 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 крови его умиротверено земное и небесное и соединено под главой Христом под главой Христом колоссиным 1 глава 20 стих эфесянам 1 глава 10 стих место обитания демонов является теперь уже только преисподняя земля на которой сатана больше не является князем ибо изнан вон откровение 12 глава 10 стих и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его потому что низвержен клеветник братья наших клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь толкование и услышал я громкий голос говорящий на небе люди стоявшие у креста слышали громкий голос Иисуса совершилось Ивангелие от Яна 19 глава 30 стих Матфея 27 глава 48 стих и как эхом отозвалось небо этот громкий голос небожителей говорящий на небе слышит теперь Иоанн это словословие подобно тому что звучит в главе 7 откровение 7 главе с 9 по 12 стих и 5 главе 12 стих ныне настало спасение миру через крест Христов и сила Божия изливается в мир настала Пятидесятница и облеклись рабы Божии силой свыше Луки 24 глава 49 стих ныне настало толикое спасение при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле посланник евреям 2 глава 3-4 стих и царство Бога нашего и власть Христа Его через крест было основано Царство Бога Святая Христианская Церковь и власть Христа в ней ибо Христос глава Церкви Христа Его то есть Отца Иисус является помазанником Христом у своего Отца ибо на нем положил печать свою Отец Бог Иван Гриот Яна 6 глава 27 стих Далее повествуется что побудило небожителей к словословию такого содержания Дьявол и означает клеветник Как мы уже видели до своего низвержения крестом Христовым он предстоял пред Богом и клеветал на праведных И это злостное и мерзкое дело он совершал неутомимо день и ночь Сколь неприятно бывает даже нам грешным когда мы слышим клевету Сколько же велико было торжество небожителей когда наконец очищено было небо от этого клеветника Теперь кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха 1 Иоанна 1 глава 7 стих Теперь Сатана и слуги Его не могут обвинять рабов Божиих в грехах и клеветать на них Ибо Христос Простив нам все грехи истребив учение бывшее о нас рукописание которое было против нас и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу отняв силу у начальств и властей властно поверг их позору восторженствовав над ними собою послание послание колоссий 2 глава они победили и победили его кровью ангца как и чем можно победить сатану чем сделать его клевету напрасной и недействительной кровью ангца которого Бог предложил жертву умирств явления в крови его римлянам 3 глава 25 стих Христос взяв чашу и благодарив подал им и сказал пейте из нее все ибо сеясь кровь моя нового завета за многих изливаем ее во оставление грехов Матфея 26 глава 28 стих кровь ангца побеждает великого дракона и делает обвинение его против братьев ложью и клеветой ничего не значащего Бога и при приобщении к святой крови Христовой вихаристической чаши мы умываемся от грехов и получаем залог для спасения и победы получив эти дары необходимо теперь с помощью их потрудиться и сломать свидетельство своего а далее спасение надо свидетельствовать всякого кто исповедует меня пред людьми того исповедую и я пред отцом моим небесным Матфея 10 глава 32 стих но необходимо не только свидетельство словом но и свидетельство всей жизнью победившие сатану не возлюбили души своей то есть жизни своей даже до смерти кто не берет креста своего и не следует за мною тот не достоин меня сберегши душу скобках жизнь свою потеряет ее а потерявшую душу свою ради меня сбережет ее Матфея 10 глава 38 39 стих готовность все отдать за Христа даже свою жизнь вот путь к спасению и победе над дьяволом клеветником лучше умереть чем отказаться от веры или согрешить откровение 12 глава 12 стих итак веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени толкование совершилось дело спасения не свернут с неба древний змей дьявол итак веселитесь небеса и обитающие на них отечения неба от нечистого приводит к великому веселью небес и обитающих на них что разумеется здесь под небесами и кто обитающий на них небеса это царство мое не от мира сего евангелие от яна 18 глава 36 стих это царство христово его святая церковь небесная и земная обитают там все силы небесные ангелы божии и духи праведников достигших совершенства евреям 12 глава 23 стих но здесь можно разуметь и земных членов церкви христовой тех чьи жительства на небесах филиппийцам 3 глава 20 стих кто не имеет здесь постоянного града но ищет будущего евреям 13 глава 14 стих кто ходя по земле обитает на небе итак все чадо небес живущие там или здесь веселитесь ибо отищена ваша обитель но горе живущим на земле и на море мудрствующим земное и обуреваем в море житейском живущим на земле и морских островах это все те о которых сказано они мыслят о земном филиппийцам 3 глава 19 стих живущие на земле но помышляющие о горнем а не земном колоссинам 3 глава 20 стих побеждают сатану и потому не относятся к тем которым здесь возглашается горе им говорится не горе но веселитесь радуйтесь филиппийцам 4 глава 4 стих мудрствующим земное действительно горе потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени когда дьявол в первый раз был неизвернут архангелом Михаилом с небес то он сошел на землю в сильной ярости и сразу же начал свою пагубную деятельность только были сотворены первые люди Адам и Ева и он сразу приступил к их искушению в сильной ярости стал губить человечество зная что немного остается ему времени нам только кажется что история мира долгая на самом деле это момент вечности и дьявол это понимает но вот сатана решительно окончательно сокрушается крестом христовым навсегда низвергается с неба и как говорит святой Иустин мученик что по пришествии христовым и осуждения в гену стал еще более хулителем хотя ранее хулил бога но не так бесстыдно потому о нем говорится что во зле сердце его твердо как камень и жестоко жестко как нижний жернов Иов 41 глава 16 стих теперь в сильной ярости дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить 1 Петра 5 глава 8 стих на Голговском кресте древней змеи была сокрушена глава бытие 3 глава 15 стих грех жало смерти 1 Коринфян 15 глава 55 стих вырвано а известно если обычной змея раздавить голову то хвост еще долго шевелится так и здесь жало смерти вырвано глава древнего змея сокрушена и тогда в бессильной ярости хвост его увлек с неба третью часть звезд стих 4 с церковного небосвода поверг земное мудростование слабых вере раненый зверь всегда свиреп и опасен таков и низвержен сатана своей ярости ярость признак бессилия поражения сильный и побеждающий неяростен ярость сатаны усугубляется знанием того что немного остается ему времени он прекрасно знает все писание и пророчество и видит как сбывается все одно за другим и это ведет его не к покаянию ибо к нему он навечно не способен а к ярости особенно велика будет эта ярость в кончину века когда он еще раз на краткое время три с половиной года будет освобожден на земле горе тогда живущим земным мудрованием великое горе откровение 12 глава 13 стих когда же дракон увидел что неизвержен на землю начал преследовать жену которая родила младенца мужеского пола толкование вроде как сначала не мог этому поверить не мог поверить что война на небе окончательно проиграна но вот он убеждается в том что действительно неизвержен на землю видит это и тогда с дьявольской неутомимостью начал преследовать жену которую родила младенца мужеского пола здесь мы видим то же самое событие что в 6 стихе откровение 12 глава 14 стих и даны были жене два крыла большого орла чтобы она летела в пустыню свое место от лица змеи и там питалась в продолжении времени времен и полвремени толкование жена церковь летала в пустыне то есть удалилась от мирской жизни свое место от лица змеи место уготованное богом для своей церкви не мир с его суетой и потому церковь улетает от лица змеи от сатаны всех дел его всех ангелов его и всей гордыни его там удаленной от мира церковь питалась божественной пищей для этого бегства из мира даны были жене два крыла большого орла то есть два завета ветхий и новый дабы перенесясь на высоту в пустыню она воспиталась она воспиталась в жительстве чуждом всякого удовольствия священное писание ветхого и нового заветов вот два крыла большого орла которыми церковь уносится из мира в спасительную пустыню жизни с богом там церковь питалась с божественным учением и таинствами христианин не читающий и не слушающий писания это птица без крыльев не могущая взлететь от земного мудроствования принимающая только один какой-нибудь завет таковой иудеи принимающий только ветхий завет и таковой были некоторые древние ереси принимающие только новый завет и отвергающий ветхий как птица на одном крыле никогда не могут взлететь к истинному видению бога и к жизни в нем с другой стороны бегство церкви от дракона в пустыню подобно исходу Израиля из Египта от фараона в аравийскую пустыню бог говорил тогда своему народу вы видели что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе исход 19 глава 24 стих господь нашел народ свой в пустыне в степи печальной и дикой ограждал его смотрел за ним хранил его как зенит ока своего как орел вызывал вызывает гнездо свое носится над птенцами своими распрострирает крылья свои берет и носит их на перьях своих второзаконие 32 глава 10 и 11 стих а потому и взывает дети божие как драгоценная милость твоя божия сыны человеческие в тени крыл твоих покойные псалом 35 8 стих само выражение в продолжении времени времен и полвремени одинаково с Даниилом 7 глава 25 стих и откровение 12 глава 7 стих и означает год два года и полгода то есть три с половиной года это и есть те 1960 дней или 42 месяца царствования антихриста тогда под двумя крылами большого орла можно разуметь и двух свидетелей пророков Илью и Еноха проповедью которых жена церковь будет спасаться в то время но змей сатана не удовлетворится тем что истор церковь и среды народа и государств он знает что она продолжает существовать в потаенных пустынных местах и хочет и там ее уничтожить это будет в антихристово время все значит все остальное я показываю как всегда я готов никаких комментариев ничего нельзя доделать только можно слушать и исполнять вот так я как всегда хочу показать какое у нас богатство что нам дал Господь это вот трехтомник нового завета у нас вышло из печати 38 книг а это вот трехтомник в этой среде этих книг вот оно как издано как подарочник тут полное толкование всего нового завета по блаженному фифилакту оно доходило только до откровения и здесь откровение по всем святым отцам вселенской церкви вот что мы сейчас насчитываем здесь же у нас раскрашенные гравюры Гюстава Доре лучшего иллюстратора вот оно как 230 гравюр полное это все уже позади эта книга на столе у президентов есть или в шкафу Путина Медведева Лукашенко Рамзана Кадырова и 444 в городо-районных центрах где мы проехали и подарили ближнего и дальнего зарубежья вот так Господь взял кроме того у нас есть большое богатство это наш сайт во свете Библии искать очень легко я Игнатий Лапкин заряди Игнатий Лапкин сайт все ты сразу на него вышел самое ценное здесь во всем это вот 4124 ответа по темам вот здесь ответ а внизу написано православный форум Игнатия Лапкина в него только ткнул и сразу вышел вот он православный форум Игнатия Лапкина вот он где я не выберу масштаб нужно чтобы как было видно 1440 тем больших подробных тысяча роликов это мы показываем где можно найти вот это у нас Mail.ru очень много здесь более тысячи роликов материалы около 4000 фотографий вот все здесь тут можно общаться я считаю Mail.ru это лучшая система для общения все эти фейсы там ВКонтакте агенты одноклассники они все вместе малой доли не стоит то что здесь это просто надо знать да как этого не видеть но его укоротили год назад попортили там в администрации но и даже в этом остаточном виде тут многое можно еще взять Игрум это у нас открыт православный видеоканал открытым оком тоже тысячи роликов уже наши вот новые все выставляются милости просим ну вот все пока во славу Божию тут ближе можешь показать если еще требуется ответы даю поступают какие что-то Продолжение следует... Продолжение следует...